Продолжаем наш диалог с бывшим православным священником Владом Ансибором. И вот последняя цитата от Мишеля Монтэня. «Люди предоставляют себя в наймы, их способности служат не им, но тем, кому они идут в кабалу. В них обитают их наниматели, но не они сами. Это всеобщее поветрие, не по мне. Нужно оберегать свободу нашей души и ущемлять ее только в тех случаях, когда это, безусловно, необходимо. А таких случаев, если рассудить, здраво очень немного». Да, фактически это то, о чем мы говорили. Это именно наши мысли. Мы еще и подтвердили мнением еще одного нашего друга. Отлично. Так. Что я хотел еще интересненького... Что я тут интересненького накопал? Накопал я следующее. Про воспитание. Давай про воспитание. Вот очень интересный автор Джамбатиста Вико. Вот он пишет. Как следствие звериного воспитания гигантов, о чем мы говорили выше, воспитание детей было суровым и жестоким. Например, у чуждых наукам лакедемонян, героев Греции, они в храме Дианы били своих сыновей до смерти, так что часто последние падали мертвыми в судорогах от боли, под палками отцов. Они их били, чтобы сыновья приучались не бояться боли и смерти. Такая же циклопическая отцовская власть сохранялась как у греков, так и у римлян. У них позволено было убивать новорожденных невинных младенцев. Ведь то восхищение, с которым мы теперь относимся к нашим маленьким детям, показывает всю нежность нашей современной природы. Это делалось в храмах. Это делалось в храмах. Так можно сказать, что религия как-то смягчила сердца или нет? Или что произошло? Почему люди стали нежнее? Как ты думаешь? Благодаря чему? Насчет того, насколько люди стали нежнее, я ничего сказать не могу, потому что я в этом не уверен. То, что были какие-то ритуальные жестокости в тех или иных культурах, они в тех или иных культурах сейчас тоже есть. Зато детей воспитывали очень адекватно в довербальный период, когда женщина была в состоянии беременности, приходила в перинатальный период, когда ребенок только рождался, он сразу был с мамой и так далее. И в те моменты, когда формируется, закладывается структура личности определенная, когда может болезненность возникнуть, в тот самый момент к детям относились как раз нормально. Потому что традиционные общества, традиционные способы воспитания, они, как показывает практика, на мой взгляд, мне кажется, что они более адекватные, нежели потом, когда с детьми нежно-нежно, но их для того, чтобы выходить, отдавали от матерей медицинские учреждения, когда их отдают с младенчества во всякие ясли и так далее. И у нас наступает потом проблема людей в отношениях и все. Поэтому я не могу сказать, что однозначно в те времена было так вот ужасно плохо. Другое дело, что жестокость в отношении детей уже более старших была, имела место быть. Но лишь потому, что к детям не относились как к цветам жизни, к ним уже относились как к маленьким взрослым. И если современные европейцы распределяют какие-то блага в местах катастроф, в первую очередь думают о детях, то в христианской среде, когда у нас был голод в России в 20-е годы, они сильно очень удивлялись, зачем кормят детей, нужно кормить кормильцев. Ну а ребенок, ну один умер, другой умер, ну пусть у тебя половина детей умерла, но они искренне недоумевали вот этот гуманизм американцев. Мы помним, что американцы кормили голодающее население России в 20-е годы, были в фонд специальный. Вот, и вот так вот. Поэтому, ну все не так однозначно. Конечно, я думаю, что жестокость – это плохо, но вряд ли она связана с религией. Скорее в религию вошли какие-то моменты из практической жизни, что там на теле глупого ребенка, ребенка розга должна быть и так далее, и так далее. То есть обратная связь. И люди, человечество развивается, педагогика развивается, педология развивается, другая наука, да. И мне кажется, что просто вот у нас человечество свернуло немного не туда, то есть что-то приобрело, некий гуманизм в отношении подростков, детей, а в отношении маленьких детей в довербальный период свернуло не туда. Но если люди подкорректируют всю эту практику, то мы увидим более счастливое поколение, у которых будут совершенно другие проблемы, несопоставимые с нашими. Вот то, что можно сказать о детях. Вот, воспитание должна быть личность. Воспитывают родители. Если сами родители болящие, если сами родители психи, то они что, как мы говорили, они лишь порождают дополнительно вот эти круги на воде, и следующее поколение становится более несчастным, чем было предыдущее поколение. Наверное, так. И чтобы воспитать счастливого ребенка, нужно сначала решить свои серьезные психологические проблемы, взять под контроль или изгнать, вытравить внутренних тараканов, а для этого как можно раньше нужно заниматься своими мозгами. А представляешь, ведь это же была норма, норма забить ребенка в целях, таких вот воспитательных целях, когда-то. Так что насчет нормы, друзья, ненормально быть нормальным. Я не уверен, что так это все было, потому что мы какие-то отдельные описания читаем. Мне кажется, что человечность в человеках, в людях, была такая, что все равно была любовь, радость от общения с детьми, забота о детях. И когда мы читаем некоторые там описания историков, ну, у меня есть личное основание сомневаться в их проводимости. Я думаю, что могло все быть не так. И не знаю. Так, хорошо, Влад. Теперь... У нас связь немного глючит, да, я так понимаю, с большими паузами. Не, нормально, все нормально. Теперь Эмиль, Мишель, Сиоран. Или Чуран. Значит, о религии. Если бы я верил в Бога, моему самодовольству не было бы предела. Я бы гулял по улицам совершенно голым. Как ты это понимаешь? Никак не понимаю. Я не понимаю, какая там связь между верой в Бога, рождением и голым человеком. Я лишь понимаю, что если человек Богом называет нечто реальное, что он может открывать вот там своей жизни на пути своего развития, то тогда ты можешь действительно ходить счастливым и голым и так далее. А если ты находишься там в какой-то религиозной традиции, то она тебя дисциплинирует. И, так сказать, я вам покажу, называется. Но что он имел в виду, я не знаю, на самом деле. А ты как понимаешь эти слова? Ну, так есть такие люди. Есть в Индии. Есть секта Агхори. Они ходят голыми. И им еще и поклоняются женщины. Приезжают, поклоняются их открытым интимным местам. Так что, да, они верят в Бога. У них есть такая погруженность в это все. И они игнорируют полностью какие-то человеческие чувства, мораль, стыд, оценки других. Вот об этом, наверное, идет речь. Поэтому Бог – это полная противоположность социуму, обществу. Бог асоциален. А вот там, где социальность выходит на первое место, там Бога нет. Там есть вот социальное влияние. Поэтому, поскольку люди голые не ходят, то, скорее всего, речь идет как раз не о вере в Бога, а о подчинении правилам общества и страху перед обществом, а не перед Богом. Социума, социума. Да. Да, у нас на одном обучении была интересная такая вот метафора пропозиции. Что такое пропозиция? Это когда нечто происходит, кто-то голый просто. А дальше начинает каждый человек накладывать свои смыслы в зависимости от своего воспитания. Это хорошо, это плохо, это красиво, некрасиво, это возбуждающее, невозбуждающее и так далее, и так далее. Ну, то, о чем ты сказал, социальность начинает накладывать свои смыслы на пропозицию и наделяет, собственно, ее смыслами и значениями. И вот иногда избавляться от навязанных вот этих обозначений бывает очень забавно, когда ты разбираешь в себе, кто сказал, что это так, по большому счету. А может быть, как-то иначе можно что-то воспринять. А навязанное, а сказал, это всегда сказал кто-то, кто-то что-то объяснил, кто-то тебе рассказал. Это всегда какая-то традиция, то есть это всегда социальность. А социальность не всегда, увы, в нашем сообществе, в мире людей не всегда эффективная. Иногда она бывает токсичная, деструктивная и еще бог знает какая. Когда целые населенные пункты, страны становятся сумасшедшими из-за того, что их сознание кто-то отравил. Абсолютно точно. Как эти, Хуту и Туцци. Просто слушали по радио выступления, а потом раз, вот тебе геноцид взяли и перелезали. То есть, конечно, вот оно, социальное влияние. Ну а бог здесь при чем? Если ты в бога веришь, то тебе плевать на все. На всех. Потому что бог это... Это не то, не то, не то, не то. Это так. То, что ты говоришь, я понимаю, я вот с этим абсолютно согласен. Но вот даже богом назвать, это уже будет ограничение его же, вот этого всего. Но когда мы говорим о религиозности, то мы говорим о другом совершенно явлении. И вот я понимаю, что эта религиозность лишь использует понятие бога. Использует там понятие бога, какие-то еще духовные понятия, не разбирая, что это на самом деле такое. А разобраться они не могут, потому что это... Ну, мы говорим не про всех людей. Я просто сейчас одну тему, там у себя очень сильно размышляю по поводу тревожной этой религиозности. Это люди, которые ходят вот кругами в поисках чего-то, вместо того, чтобы подняться, посмотреть наверх. Они будут исполнять правила, предписания, ритуалы, будут страдать то самоуничижением, то, наоборот, самовозвеличиванием. Они будут то превозносить кого-то, идеализировать, то потом обесценивать людей и так далее. И вот они все это называют религией, религиозностью. Этих людей сначала надо вылечить, помочь им, а потом дальше они уже дойдут туда, куда им нужно дойти. Хотя хорошая есть фраза, врачу исцелися сам, начинать надо всегда с себя. Ну, опять эта ловушка социума от других, то есть не живут своей жизнью, не живут своей жизнью, поэтому живут. Максим, не могут, просто не могут, просто не могут понять, просто страх, беспокойство, тревога. Они до того спрятаны, что, слава богу, они такие формы находят. Все, что они могут, они делают. Они не делают не потому, что кто-то злой и специально там вот вредит, они не могут. Все, что они могут, все, что они могут, они делают максимально. И некоторые из них начинают жить какой-то другой жизнью потом, им удается справиться. Бывает, что на пути другой появляется, который помогает опять тоже что-то увидеть, какой-то затык по-любому. Но люди, страдающие вот этой тревожностью, они все, что могут, делают. И никто со зла ничего не делает. Мы страдаем, мы делаем зло другому от того, что есть болезнь, есть боль. И всегда в этом злодеи прячется маленький человечек, который боится, что его недолюбят, он ревнует. Боится, что ему не хватит, он жадничает, и ворует, и крадет, и вплоть до того, что убивает. Но внутри это всегда инфантильность, страх маленького человечка. Так и есть, так и есть. Я вот тоже наблюдаю за людьми, и что я вижу? Вот я вижу как раз этих маленьких детей, которых не любили родители. Вот они выросли, но они остались внутри такими, несчастными. Человек, который делает зло, это несчастный человек, конечно, глубоко несчастный. Ты прав, абсолютно. Поэтому задача стать счастливым, об этом никто не говорит, чтобы стать счастливым, и как этого достичь, и чтобы это было политикой государственной. Наоборот, мстить, делать зло, быть маленькими, быть жертвами, быть слабыми, быть ничтожными. Вот, что люди хотят. Ну, может быть, это как раз задача такая, вот, мы живем в мире усложненном. То есть, среда, ситуация неблагоприятствует для этого, но у тебя есть такая задача. Это такой квест. Вот, поэтому мы в жизни должны эти задачи решать. Хоть и сложно, да, но мы же вот люди, я не игрок, но в компьютерные игры мы иногда доходим до сложных уровней, выбираем сложные задачи, когда его тяжело пройти. Но из-за того, что тяжело, и государство не помогает, и это не так, вот, родители тебя в ясли сдают слишком рано и так далее. А ты, несмотря на это, все-таки личность твоя собирается, и ты можешь к счастью идти. Поэтому я считаю, что у каждого человека действительно такая задача дойти до вот этого вот счастья. И не то, что дойти, а он уже это счастье получит, уже будет получать порции его дивиденды от конечного пути уже в самом пути, наверное. Конечно, но вот люди не хотят расти, вот в чем дело. Поэтому они цепляются за все то, что их рост останавливает, ограничивает. Вот та же религия, например, да, вот ты отступил, вышел из этой религии, потому что почувствовал потолок, да, что вот не растешь больше, что тесно тебе в этих рамках. А вот религия, политика тоже, она здорово ограничивает людей, потому что что предлагается? Опять схема, система определенная, больше ничего, должность занять какую-то, ну, политика же примитивна, выбор, должность и все. И все, даже на этой должности ничего делать не надо. Она есть, она была, ты знаешь, это вообще матрица. Вот люди умирают одни, другие рождаются, а должности они остаются, все остается. Просто приходит новый человек, занимает эту должность, правильно? Потом он там до пенсии сидит, ничего не меняется. Он просто сидит до пенсии, уходит на пенсию, умирает потом, новый приходит. Все, вот матрица. И в этом живут. И вот занять нишу свою экологическую больше ничего, то есть развитие, творчество какого-то, да, продвижение вперед в таком плане цивилизационном. Нет его, нет. И вот когда это понимаешь, что ты, как бы, ну, придаток системы, вот, человек может впасть в депрессию, он должен соответствовать чему-то. Понимаешь, вот социальное влияние, оно огромное, просто огромное, это самое сильное социальное влияние, сильнее всего на свете. Поэтому люди остаются маленькими, они боятся, боятся, они, потому что они не видят, куда расти, они не видят, не видят ничего. Когда человек ходит по кругу, по кругу делает одно и то же, то даже когда этот круг немножко спиралевидный, что-то он там узнал, еще чего-то, но чаще это автоматизмы, то у него просто вот это вот внутреннее беспокойство от нереализованности растет катастрофически. Вот, это как депрессия, так и какие-то другие формы психоза, потому что человек, в конце концов, он все-таки не для этого создан, у него другие задачи, а тут обманка. Вместо движения вверх, я не знаю куда, какого-то раскрытия, получается достижение чего-то. И вроде ты достиг, галочку поставил, я этого достиг, этого достиг, этого достиг, а радости и счастья нет, потому что нет раскрытия личности, которая является каким-то вложенным инструментом для того, чтобы, да, или оно на самом деле беспредельно, ну как беспредельно вселенная, наверное, развитие человека. Да, поэтому вот в рамках системы счастья невозможно найти, надо выйти за рамки, за границы, за пределы. А так вот, был эксперимент Вселенная 25, да, крысам создали идеальные условия, что крысы начали размножаться, все. И потом... До поры до времени, до поры до времени. А закончилось это, вот, истребление. Деградация общества крыс, деградация общества крыс закончилась. Деградация, взаимное истребление. Потому что в рамках системы невозможно счастье, невозможно, но нужно выйти за рамки. Вот эти попытки, а не делаясь величайшими умами человечества, философами, например, да, и так далее. Вот почему я... Кстати, Тим, прости, вот я по поводу крыс, вот эксперимент мышиной крысиной Вселенной, он у меня очень сильно соотносится с другим экспериментом. Когда селектировали крыс по обучаемости, учили поворачивать направо, 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 и те, кто поколениями учился лучше поворачиваться, называли блестящими. И другие крысы, которые были необучаемые, которые не могли вот это обучаться. Но когда их выпустили в природу совершенно случайно, оказалось, что со временем остались только глупые так называемые крысы, которые не поворачивали направо, потому что они были приспособлены к жизни в этом мире. Они его познавали. А те, которые селектировались направо, направо, направо поворачиваться, когда исчезала эта лабораторная среда, они умирали. И вот в мире, когда у нас рушатся системы, что-то странно меняется и так далее, человек научился поступать по шаблону, по алгоритму, и вроде он устроенный. И тут маленькие какие-то, да или вообще вот просто шаблон рушится, и ты оказываешься один сам собой, без поддержки, без ничего. И вот здесь вот, вот. А философы, о которых ты сказал, это как раз их можно соотнести с этим экспериментом, с этими неблестящими крысами. Потому что они не мыслили по шаблону, они изучая этот мир, они постоянно пытались открыть что-то свое, но они жили в творчестве. Они жили в потоке, можно сказать, в познании вот таком. И они выживали. И оказалось, что для мира они более нужны и ценные, потому что они остались, нежели блестящие. Прекрасно, прекрасно. Нет, мы, да, вот эти блестящие, это отличники, отличники. Вот они вызубрили, на оценку сдали, а к жизни не приспособлены. А сейчас еще круче, сейчас уже можно тесты писать. Это еще более уплощило, что ли, более плоскими сделало. Раньше они хоть зубрили, а сейчас зубрить не надо. Сейчас другие механизмы в мозгу включаются. Вот галочку правильно проставить. Это даже не зубрешь. Они даже без напоминания, без припоминания вспомнить ничего не смогут и выразить так ярко. Да. И все ради чего? Ради управления обществом. А потом эти люди идут куда? В чиновники. Они беспомощные чиновники. Законы хорошие пишут, а они не выполняются, эти законы. Вот. И все формализуется. Вот этот формализм. Он в школе закладывается, а потом на всех уровнях это формализм. И от этого тошно, потому что это не подлинная жизнь. Никому это не надо. Но это с удивительной вот этой вот упорством с этим, да, достойным лучшего применения. Лучшее применение – это решение проблем. Вот. Но вот это навязывается. Этот формализм, бюрократизм. Вот. И что? В результате вот эта невыносимая легкость бытия, да? Прекрасно. Прекрасно. Да, я думаю, что вот нужно больше нам говорить о том светлом и об альтернативных вариантах, о куда идти. Ну, понятно, что они такие, они там. Вот. А вопрос у людей возникнет, а делать-то что? Куда идти? Чем заниматься? Как спастись? Что делать? Что делать? Ко всем духовным учителям с этим вопросом приходят. К ним не приходят. Ну, сейчас за всем приходят, за деньгами и так далее. Но есть искатели, приходили. Вот. Да, я понял, что все так вот. Это вот вопрос, а делать-то что, спросит тебя? Что бы ты сказал на этот отчет? И я скажу, что ответы есть. Ответы есть. Вот. И ответы есть как в прошлом, так и в настоящем. Вот. И, ну, это называется психотерапией. Проходите, формируете новое мировоззрение, изучаете себя, живете жизнью души, да. Читаете и изучаете там разные законы вселенной и прочее. Познаете себя, самопознаем. Живете своей жизнью, раскрываете свой творческий потенциал, самореализуетесь, становитесь творцами, изобретателями, деятелями. Занимаете активную жизнью позицию, вырабатываете свое отношение к различным жизненным ситуациям и так далее, и так далее. О чем написано? Да, стоит только направить свое внимание, свое внимание на поиски этого, как говорится, проявить интенцию, то тут же тебе в ответ идет море ответов на твои вопросы. И ты понимаешь, что и как, и куда, и почему, и зачем. Бывало так, что на некоторых сатсангах или вот мероприятиях, когда я ездил, у меня был вопрос какой-то к челу. Да, я записав этот вопрос, я его не задавал. Вот, я не задал этот вопрос. Он либо звучал среди тех, кто другой спрашивал об этом, либо мне не нужно было уже, потому что вот я по ходу дела уже понимал то, что я хотел спросить. Но если бы, я уверен, если бы у меня вопрос не возник, если бы не было какого-то запроса, который я написал, что я хотел бы узнать, то у меня бы, я бы не получил этого ответа. То есть, это важно, важно спрашивать. Но когда ты спросил, ты посмотри вокруг и узнаешь много чего ценного. Правильно. Абсолютно точно. И мы потом приходим к пониманию, что все не так, как нам рассказывали, что реальность это совсем другая, что мир это изобилие, что мир прекрасен, что возможностей очень много. И вообще жизнь и мир и реальность это магия. Магия. Вот я к этому пришел, магия. И вот, например, да, и мы получаем все, что мы хотим. Все абсолютно, все силой мысли. Просто силой мысли. И вот это волшебный мир. Мы погружаемся в волшебный, чудесный мир. Поэтому норма – это волшебство, это чудеса, это радость, счастье, любовь, веселье. Радостная мудрость. Веселая жизнь. Вот что, к чему мы прикасаемся. Но мы же так не живем именно по этой причине. Потому что мы сбиты с толку умом. Нашим умом. Горе от ума. Горе от ума. Но вот давай сейчас проверим. Вот я на консультациях своих использую карманный справочник Мессии. И удивительные попадания, удивительные попадания просто, да. И все в таком приятном шоке находятся. Итак, сейчас получишь ты. Я считаю, что это Вселенная с нами разговаривает через такие вещи. Она к тебе сейчас обратится. Влад, вот это очень такой момент торжественный. Невероятный момент общения со Вселенной. Итак, назови, пожалуйста, число. От 17 до 217. Я хотел сказать 17, но скажу 18. 18. Хорошо. Итак, что это значит 18? Самые счастливые, самые удачливые люди однажды задумывались о самоубийстве и отвергли им. 18. Но самоубийство может быть красное. Человек может убивать свое тело, но человек может также убить свою жизнь, убить свою любовь, свою радость. Это тоже убить себя на самом деле. Поэтому я в более широком плане все это буду смотреть на себя. Потому что, да, мы можем убить мечту. Это тоже убить себя. Это тоже самоубийство. А медленное самоубийство? Алкоголь, табак, отказ от своих желаний, от своей жизни. Это медленное самоубийство. Различные поведенческие зависимости. Это медленное самоубийство. Смотри как в тему. Так вот, если ты, Влад, что, отвергнешь это все, то, что ведет к самоубийству? Самым счастливым и самым удачливым человеком на свете, Влад. Счастье, да, вот в этом ум, да. Вот. То, чего не может быть проще, как говорится, да. Влад, вселенная сейчас. Сейчас к тебе обратилась вселенная. И она тебе сказала, Влад, ты можешь стать самым счастливым, самым удачливым человеком. А что такое счастье? Счастье – это психическое, физическое здоровье. И это богатство, и это свобода. Но для этого нужно отказаться от всего того, что способствует самоубийству. Правильно ты сказал. И отказ, да. Поэтому не отказывайся от себя, от своих желаний, от своей личности, от своих целей и задач, от своей миссии, от любви к себе, да. Наоборот, утверждай это все. Утверждай все то, что противоположно смерти. Утверждай жизнь. У всех ее проявлений. И будет вот это самое. Счастье. Будет тебе удача. Будет тебе удача и счастье. Ну, ты знаешь, бывает так. У меня очень часто состояние, которое называется «такого лечить, только калечить». Вот. Да. Но главное не сваливаться в какие-то моменты недопонимания. Кстати говоря, у людей есть всегда, особенно с годами, чем старше они становятся, у них появляется, значит, маленькая фантазия, как что-то было хорошо. Вот. И вторая фантазия деструктивная, как что-то нехорошо. И они постоянно, поскольку туда заходят, вот, ну, тебе что-то грустное, все. И ты вспоминаешь моменты у меня аж большие опыты. Могу вспомнить, вот, тогда было очень классно. Вот. Но ходить туда, ходить туда в прошлое за вот этими эмоциями, это очень нехорошее дело, поскольку вредная привычка. Это все равно, что героином колодца. Поэтому, вот, когда даже очень хочется куда-то занырнуть и забрать оттуда эмоции, воспоминаний каких-то, память-то не ошибается, память и будет, все хорошо. Но оттуда нельзя брать это счастье, потому что, если оттуда возьмешь счастье, то не будет силы на то, чтобы это счастье видеть сейчас. А это иллюзия, потому что сейчас происходит то, что происходит. То есть, вот эти вот фантазии, как страшилки, которые там, от чего ты боишься, так и то, что было классно, и ты туда ползаешь за счастьем, это все иллюзии. И мы туда ходить не должны, это неправильно ходить туда, ну, как и неправильно, разными интоксикациями пробавляться и быть очень сильно зависимым, вообще быть зависимым от всего этого. Есть ли что-то, Максим, на твой взгляд, от чего надо быть зависимым, от чего мы должны зависеть? Нет такого, наверное. Нет, мы зависим, на самом деле зависим, конечно, от качества пищи, мы зависим, потому что если не будет хватать одного элемента, допустим, йода, все, человек дебилом становится. Мы от чистоты воздуха зависим, мы от многого зависим, как биологические существа, от температуры, но, но видите, но, но что, главное не создавать новых зависимостей, вот, и в этих, в этих условиях быть свободным, быть свободным. Не создавать новых зависимостей, вот, что самое главное для нас. Да, я эти вопросы задаю, задаю, не потому что я сейчас знаю ответы, хочу сказать, вот, а просто интересно сделать неожиданный разворот и посмотреть немножко с другой стороны. Да, и ты прав, потому что состояние аддикции и любой зависимости – это состояние, а наполнение оно найти может легко, да, и тут важно, чтобы ты, изгнав беса или бесов из этого дома, чтобы они потом не вернулись, не взяли с собой еще многих других. Это притча из Священного Писания, поэтому важно, когда освободившись от одной зависимости, не пасть в какую-то другую, которая будет, может быть, более тонкая, менее понятная, но более вредная, что ли. Вот, поэтому, да, вот, правильно, спасибо, что ты сказал. Я знал, кстати, одного бывшего наркомана, да, он вылечился, но у него другая зависимость появилась, он, любовная зависимость, он не мог ни одной женщины пропустить, он, как у него шея сворачивалась, когда он видел девушку, просто все, с ума сходил. Так что, да, тут надо действительно наполниться, наполниться этим светом, любовью к себе, космической мудростью. Вот, кстати, вот, кстати, индийская философия, в чем ее радость-то? А в том, что она, знаешь, что она призывает человека выйти за рамки своего «я», подняться над собой, это вот просто вот в этом радость огромная. Потому что наше «я», конечно, это прекрасно, и нужно познавать себя, но оно ограничивает нас. А вот за рамки выйти… Но к тому же существует ложное «я», ложные представления о себе, которые не наши, а навязаны нам, но мы их так носим, как раковинку на своей душе. И имя обусловлено, и пока эту раковину человек не уберет, не разобьет буквально ее, то счастья-то и не будет. А вот ложное «я», ложное наше «селф», как говорится, она всегда страдательная, она всегда может быть мотивирующая к чему-то, но она всегда ведет к страданиям. И вот в Индии, о чем ты говоришь, там как раз преодоление вот этого, ложное «эго», ложное «я», ложный «селф». Вот, 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 прекрасно. Знаешь, вот напоследок цитата Карла Ясперса «Мир бездонен, однако человек находит в себе то, что он не находит нигде в мире. Нечто непознаваемое, недоказуемое, всегда непредметное, нечто ускользающее от всякой исследовательской науки, свободу и то, что с ней связано. Здесь я обретаю опыт не посредством знания о чем-то, а посредством действования. Здесь путь ведет через мир и нас самих к трансценденции. Свобода не может быть доказана тому, кто ее отрицает, наподобие того, как доказываются встречающиеся в мире вещи. Но так как в свободе заключены истоки наших действий и сознание нашего бытия, то, что есть человек, не только содержание знания, но и вера, то, как человек уверен в своем бытии, человеком, составляет основную черту философской веры. Свобода человека неотделима от осознания конечности человека. Вот как прекрасно. Вот это тайна, тайна, которой мы приобщаемся благодаря свободе. Так что сохраняем эту радость свободы, свободы мысли, свободы слова, свободы самовыражения и преодолеваем страх. И приобщаемся к этой вере в удивительное в нас самих. Прекрасно, то, что невероятно. Благодарю тебя, Влад, за этот интереснейший разговор. До новых встреч. А вы, дорогие наши зрители, пишите комментарии, задавайте вопросы и всячески поддерживайте наш пыл и энтузиазм. Благодарю тебя, да. Всем счастья, всем счастьем. Субтитры сделал DimaTorzok